Раз, два, три, четыре, пять. Вышли с Лерой погулять. У меня созрела тема. Последним временем появилось много новеньких блогеров, которые затрагивают тёмную сторону Израиля. Нет, не тёмную, не уголовную, а именно то, что в Израиле не всё блестит, в Израиле не всё розовое. Очень многие мне тоже писали, что мои видео, они позитивные, у них всё только розовое, одностороннее, что я не показываю каких-то плохих сторон Израиля, не показываю то, что здесь есть, не знаю, хамство, быдло и прочее. А есть ли вообще идеальная страна, как и идеальные люди? Я думаю, в любой стране найдутся люди, которые недовольны своей страной и недовольны людьми, или половиной, или меньшинством людей, которые живут в этой стране. Мне кажется, что когда уже выбрал какую-то страну для проживания, надо жить и искать позитивы в том месте, в тех людях, с которыми тебе приходится соприкасаться. Да, порой бывают разные ситуации, в которые попадаешь, с которых извлекаешь уроки, и про которые хочется рассказать, но это что-то единоразовое. Я не могу сказать, что за 9 лет жизни в Израиле я натыкалась на какое-то хамство со стороны людей ко мне, несмотря на то, что я не еврейка. Я не могу сказать, что когда я первые 2 года носила крестик, потому что не особо понимала до конца традиции этой страны, насколько я там правильно делаю, неправильно делаю. Мне мама подарила крестик перед моим отъездом. Я ещё тогда скучала за своей страной, и я носила этот крестик как подарок от мамы. Только 2 или 3 человека сделали мне замечание, и в основном это были русскоязычные люди. Я не могу сказать, что ко мне как-то недружелюбно были настроены израильтяне, когда они узнавали, что я не еврейка, либо же, что когда они узнавали, что я не говорю на еврите, либо как-то не так, может быть, была здесь одета. Но я не люблю обобщать, я не люблю говорить, что все русские, которые не выучили иврит, они в Израиле, русская улица, либо что-то в этом духе, они ничего не добьются. Мы не знаем причин, почему эти люди не выучили иврит. Да, есть простая лень, а есть, что, возможно, человеку пришлось идти работать. Вот как пример с моей свекровью. У неё через год после приезда в Израиль, она приехала сюда в 54 года, умер муж, ей не было когда учить иврит. Она пошла на работу, чтобы учить своего сына. То же самое касается других людей, даже тех, которые приезжают сейчас в полном составе. Это лично их проблема, что они не выучили иврит. Им тяжелее жить в Израиле, но это не значит, что они из-за этого стали менее интеллигентные, культурные, образованные, чем до приезда в Израиль. То же касается самих израильтян. Среди них абсолютно так же есть разные люди, как и в любой другой стране. Не бывает идеальной страны, где всё идеально. Не бывает народа, у которого нет никаких проблем. Мне кажется, что сам человек, он как притягивает к себе проблемы, так и может их от себя и уводить. И всегда найдутся люди, которые будут считать, что у соседа дом лучше, в другой стране жизнь не лучше, и жалко, что я не там. Но на самом деле хорошо там, где ты. Можно вечно говорить о очередях, о длинных очередях в наших государственных организациях, и как там тебе могут нахамить, и как могут влезть без очереди. Назвите мне хоть одну страну, где это так не происходит. Там, где есть люди, там, где есть человеческий фактор, может происходить всё, что угодно. Как и подростки. В какой стране не бывает подростков, которые бывают порой коварны? Такие подростки могут жить в любой другой стране. Израиль, да, восточная страна. Здесь восточные люди более горячие. Возможно, с недостатком терпения, и особенно в подростковом возрасте, это как-то может вылиться в какое-то нехорошее воспитание, да, и привести к какому-то случаю с последствиями. Но, опять же таки, если этот случай произойдёт в Израиле, шанс, что этого подростка накажут, либо выпишут какие-то штрафы для родителей, и это будет более правильно и по закону, он выше, нежели в странах, которые по уровню жизни и достатка ниже. И в этом я уверена. Обобщать разные такие понятия, что в Израиле плохие подростки, в Израиле плохая медицина, в Израиле бестолковые, там, не знаю, сотрудники, сидящие на своих местах, только и пьющие кофе, и жующие жвачку. Ну, что-то в этом духе, не делающие свою работу. Минусов может быть много. Но когда ездишь в другую страну только отдыхать, ты не понимаешь, как в той стране всё. В любой стране надо пожить, и я думаю, минимум год, чтобы понять, что с собой эта страна хоть немного представляет. Вот я снимаю видео очень часто, буквально каждый день, через день, и буквально все случаи, которые со мной случаются, я их описываю. Да, я не работала на заводах, я не училась здесь в школе, как и мой ребёнок ещё не учился в школе, чтобы я поняла там отношения к русским детям, либо что-то в этом духе. Но, тем не менее, я не считаю, что тут что-то уж прям не так. Это обычная страна. Возможно, она очень контрастная, из-за того, что здесь очень много людей с разных стран. Вы это поймёте, даже кто планирует переезжать, вы это поймёте сразу, когда переедете в Израиль и пойдёте в Ульпан. У вас там будут люди и с Венесуэлы, и из Испании, и из Эфиопии, и Украина-Россия, и просто израильтянин, который, не знаю, вернее, жена израильтянина, филиппинка, которая решила подучить иврит. Чем больше менталитета в стране, тем она более такая многошерстная, и, возможно, вы не сразу начнёте понимать людей, и не сразу начнёте понимать культуру этих людей. Но в любой стране жить можно, если это не страны Африки, беднейшие, я так считаю. И да, возможно, цель Сахнута перевести в Израиль, чем побольше людей, но я считаю, что сейчас достаточно много информации, чтобы проверить, в какую страну вы едете. И потом винить кого-то... Были у меня такие подписчики... Олег, привет! Которые говорили... «Ой, насмотрелся вас, блогера, вдохновился, приехал». Ну, а это можно сказать только одно. Пока не приедешь жить в страну, ты никогда не поймёшь, что это за страна, что она собой представляет. А всем вам желаю находить в жизни больше позитива, и тогда жить вам будет легче, по крайней мере, морально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!